Михаил Михайлович, хочу начать с той самой страшной ракетной атаки, которая была накануне в Украине. Более 120 ракет, 100 дронов. И вот выскажу свое личное мнение. Есть такое ощущение, что, возможно, даже российская пропаганда, российское ИПСО такое появляется относительно того, что это ракетно-дроновая комбинированная атака. Это как бы следствие того, что Путин вышел якобы из какого-то мифического договора с Украиной относительно того, что Россия перестает бить по украинской энергетике. Ну а Курская операция вооруженных сил Украины заставила Путина в одностороннем порядке этот мифический договор разорвать. Мне бы хотелось ваше мнение услышать относительно вот этого тезиса, который сейчас в разных соцсетях, пабликах можно слышать, и все-таки понять, чего же добиваются Путина этими ракетными обстрелами. Как по мне, тут ничего нового нет. Мы это все уже проходили. А какое ваше мнение, Михаил Михайлович? Когда ты ничтожен, ты всегда пытаешься доказать, что ты чего-то стоишь. Это все, что касается российской пропаганды. Они ничтожны. Они омерзительны, ничтожны, никчемны и лицемерны. Нету никаких и не может быть никаких договоренностей с Путиным. Это очевидно. Это настолько нелепо. То есть субъект зашел в нашу страну для того, чтобы ее уничтожить. Все остальное — это один большой миф, который продолжают верить, остаточно верить еще представители части западных политических элит. Любой договор, подписанный с Россией, — это подготовка к следующему этапу войны. Не более, но и не менее того. Российская Федерация не может существовать вне войны как таковой. И сейчас она просто окончательно отбросила все маскировки, маски и так далее. И ведет себя так, как это присуще русскому миру. То есть конкретно берем ракеты, имеем возможность, считаем, что мы за это наказано не будем, убиваем гражданское население другой страны. Все, точка. Здесь нет никаких военных дополнительных целей. То есть, грубо говоря, вот эти стратегические атаки. Есть тактические атаки по линии фронта, там, где используются авиационные бомбы, там, где используется артиллерия, система РСЗО, баллистика даже. Здесь есть военные цели. В любом случае, имеется в виду, присутствуют какие-то планы стратегические военные, тактические, оперативно-тактические военные. Все, что касается ударов стратегической авиации по территории Украины, 120, как вы говорите, плюс 100 дронов, 120 ракет плюс 100 дронов разных форматов, это исключительно война против гражданского населения. Это прямая или косвенная геноцидная практика, которая должна дать тот результат, на который рассчитывает Путин. На какой результат он рассчитывает? Он эту войну начал только ради того, чтобы нас безнаказанно убивать, именно гражданское население, и разрушать. Поэтому, конечно же, нет никаких договоренностей, я подытожу, и быть таких договоренностей не может. И более того, даже если вы заключены, если, допустим, что вы инфантильные, я прошу прощения, и не понимаете того, что делает Россия здесь после двух с половиной лет войны, и заключаете какие-то договоренности с Россией, она все равно будет наносить удары по вашей энергетике, и вас же будет обвинять в том, что вы что-то там где-то провоцируете и так далее, и не придерживаетесь каких-то договоренностей. Российскую Федерацию можно только напугать, принудить и заставить. Заставить только силой. Все остальное не работает. Сила — это и военные операции, такая, как в Курской области, она реально шокирует Российскую Федерацию в полном широком смысле этого слова. Это и экономика, то есть когда они все больше и больше лишаются возможности зарабатывать на внешних рынках. И для меня как раз таки омерзительным сегодня выглядит то, что многие европейские компании продолжают, как ни в чем не бывало, работать на российском рынке, несмотря на два с половиной года войны. Кроме того, мы видим с вами комплектующие, которые входят в эти же ракеты, они имеют маркировку европейских и американских стран. Вот это вызывает вопросы. Ну и, наконец, третье. Эта война, еще раз, она закончится поражением одной из сторон. Либо антипутинской коалиции, антироссийской коалиции, куда входит 50 плюс стран, включая, ну, вокруг Украины объединившихся. Либо выиграет триуверат, в которые открыто входит Россия, Северная Корея и Иран. То есть все подсанкционные страны, которые разрушительно относятся к международному праву. И, соответственно, здесь никаких компромиссов, договоренностей, переноса войны на следующие этапы быть не может. Поэтому ракетные атаки России – это способ подавления Украины, это способ максимально жестокого убийства гражданского населения, и это способ опосредованного влияния на психологию гражданского населения через разрушение энергетики, чтобы этой энергетики не было, и люди в 21 веке жили без элементарных условий существования. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok